Открытие ресторана арктической кухни в Новом Уренгое стало событием. В особенности потому, что случилось это в непростое для бизнеса время. Однако для тех, кто ориентируется на местных производителей и выбирает оригинальную концепцию проекта, это стало временем возможностей. Мы на севере живем, у нас нету достойной северной кухни, не представлен был. Поэтому изначально задача была поставлена, что мы должны сделать красивую северную кухню. Пользуемся мы продуктами оленина, северные виды рыб, ягоды всесеверные. В украшениях у нас присутствует ягель маринованный. И санкции на нас никак не повлияли, потому что мы пользуемся продукцией отечественных производителей. С Надыма привозят нам продукты, основные продукты нам привозят с Екатеринбурга, это Академия еды, а рыба тоже это Тазовский или Надым. Разработать меню и дизайн ресторана с лучшими специалистами было не так трудно, как найти хороший персонал. Шеф-повар Анатолий Попов для работы над арктической кухней специально прибыл из Алтайского края. Здесь в кратчайшие сроки он познакомился с местными деликатесами и успешно адаптировал их в меню. Варенье из шишек. Варенье из шишек мы используем для карамелизации моркови и подачи нашей утки. Потом мороженое варенье мы используем для приготовления нашего фирменного десерта, медовика, и также он используется при подаче. И идет ягель. Мы используем наш местный ягель, его еще называют мох оленя. Он проходит термическую обработку, идет в приготовление блюд и к подаче. Мы использовали господдержку, программу господдержку, когда была пандемия. Мы сохранили весь свой персонал в полном штате. Открылись мы тоже с полным штатом, какой у нас был. И от администрации, конечно, мы получаем помощь в отношении наших коммунальных платежей. И за оборудование, как бы, вот они нам тоже гранты предоставляли. Мы работаем. Благодаря окружной и муниципальной поддержке бизнесу не страшно думать и о расширении. В планах ресторанного холдинга открыть еще одно заведение арктической кухни, но уже в новом терминале аэропорта. Милана Федорова, Павел Михайловский, информационное агентство «Импульс Севера».